Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня очень крутая поляна, над которой действительно я очень старалась. Огромная порция цезаря. Курочка-гриль. Здесь у нас шампиньоны консервированный. Рецепт будет в описании под видео. Обычный красный лучок, на который я просто подсела в последнее время. Обожаю! Тут у нас имбирь, огурчик, наршараб. Обожаю! Это мой любимый соус. Здесь соус барбекю от Heinz. И пить мы с вами будем меринду. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то сделайте это. И также нажмите мне, пожалуйста, лайк, чтобы я больше снимала для вас контента. Это очень меня мотивирует. Сегодня я волосы собирать не стала, потому что настолько устала от лака. Каждый раз, каждый день, по два раза в день я мою голову. Потому что снимаю мук-мак, а потом мне куда-то надо. И мне надо помыть голову, заново сделать макияж и все дела. Вот по этому виду у меня сегодня, ну, такой себе, так скажем. Ну, ничего, вы потерпите немножко. И давайте приступим. Приятного аппетита вам тоже, если вы кушаете. Я очень люблю Цезарь, честно. Я готова каждый день снимать для вас Цезарь. Видела в холодильнике бекинскую капусту. Не удержалась. Субтитры сделал DimaTorzok. Как же я обожаю снимать мук-банки. Обожаю и смотреть. Вчера столько мук-банков пересмотрела. Именно мук-банки. Вот эти АСМР-видео не могу долго смотреть. Правда, у них картинка намного круче, чем у нас. Но все равно мне важен разговор. Хоть о чем. Но чтобы разговор все-таки присутствовал. Мы вчера, кстати, с Амирой, наконец-то купили билеты. Даже не вчера, а позавчера. Купили билеты в Грузию. По большому счету, я именно так и хотела. Очень хотела в Грузию. Мне очень нравится их менталитет. Мне нравятся их танцы, еда. И тем более, мне кажется, у нас почти все были в Грузии. То есть Грузия – это такое место, где побывал, мне кажется, каждый азербайджанец. У всех всегда выбор стоит между двумя направлениями. Это либо Грузия, либо Турция. Мы едем в следующем месяце. Перед моим днем рождения. Всего на три дня. Маловато, конечно. Но, говорят, Иблиси – небольшой город. Смножим все посмотреть. А вы обязательно в комментариях пишите, что же стоит обязательно посмотреть в Грузии. Самира, я так понимаю, уже много раз была. А я нет. И мне именно эта страна, она очень импонирует. То есть мы едем не путевкой, а сами забронируем отель. Сами уже купили билеты. То есть все эти организаторские моменты лежат на плечах Самеры. Я надеюсь, что это не последнее наше путешествие. Многие почему-то нам ставят какие-то диагнозы, что ненадолго это ваше общение. У Айки так всегда. Она общается с людьми, а потом и те люди исчезают из ее жизни. Пишут, чувствую это ненадолго и так далее. Мне сейчас неприятно подобное читать. Я уверена, что это надолго. Почему-то люди склонны видеть только плохое. Никто не берет в расчет, например, садат, с которым мы, например, дружим уже 6 лет. И это за эти 6 лет ни разу не поругались. Ни разу. У меня есть подруга детства, с которой мы настолько вкусный цезарь, что я даже к курице еще не притронулась. У меня есть друг детства Бапаша, с которым мы дружим всю жизнь. Несмотря на то, что он живет в деревне, я живет в городе. Конечно, с Бабашем были моменты, когда мы ругались. Но это на самом деле мелочи, которые мы быстро решали. И, как правило, всегда он на что-то обижался. Вообще, у меня вечно так. Люди на меня обижаются на что-то. Почему-то этих людей вы не берете в счет. Можно подумать со всеми вашими новыми знакомыми. Вы в обязательном порядке. общаетесь всю свою жизнь. Здесь не обязательно из-за чего-то поссориться. Порой бывает такое, что ты знакомишься с человеком, начинаешь общаться, а потом понимаешь, что у вас не так уж и много общих интересов, и вы общаетесь все реже и реже и реже. Это абсолютно нормально. Я просто у вас не веду. Поued verdade у вас не перевезучи. Но серьёзно, я-ANI верю. как же это было вкусно цезаря доела просто невероятный вкус давайте уберем а то мне в комментариях пишут что грязную тарелку надо оставлять на столе поэтому уберем пожалуй и перейдем к курице у нас что только нету старалась разложить как-то красиво у меня вот эта штука она стоит на столе когда я что-то роняю я роняю на стол не на пол так что не переживайте все замечательно это кстати курица из азии что я несу из браво кто живет в азербайджане обожаю их курицам гриль как-то не по-особенному готовит курица и внутри пропеклась хорошо и снаружи я обожаю курицу гриль единственное что я не люблю это грудка с наш рабом так заходит после меня кстати многие начали у себя в городах искать наш раб что это такое это гранатовый соус такой знаете кисло-сладкий с такой немножко кислинка и на мой взгляд это безумно вкусно у хайнс именно нет такого соуса наш раб нужно искать отдельно такой баночки продается ну хотя там наверное разные производители есть сау курица и собра не забыли овроз-марк companion и облаки Беру вопросы, которые вы мне задаете в инстаграме. Поэтому подписывайтесь обязательно. Такой вот вопрос от Теодорс. В твоей жизни все идеально. Вы знаете, назвать мою жизнь идеальной невозможно, потому что мы люди. И в любом случае, что бы у нас не было в жизни, например, мы будем искать какие-то минусы, недочеты, моменты, которые мы хотим исправить. И это абсолютно нормально. У нас есть определенные цели, которые я бы хотела достичь. Вообще мы люди, нам не угодить. Мы, например, чего-то очень сильно хотим. Бог нам это дает. Потом мы хотим еще больше, еще больше. И так до бесконечности. Ну, я благодарна Богу за то, что у меня есть. Моя жизнь, она приближена к моему идеалу максимально. У меня есть любимый род деятельности. Кроме YouTube, у меня есть источник заработка. Я просто не хочу вдаваться в подробности и так далее. Что, как, чем я занимаюсь. Пусть это останется секретом, так скажем. Но все хорошо. Я ни от кого не завишу. Даже какой бы у вас муж ни был, я бы не советовала вам полностью от него зависеть. Какую-то почву надо иметь под ногами. Редко где-то в 17. я представляла, что в 25. У меня будет семья. У меня будет муж. И он меня будет полностью обеспечивать. Я не буду ничем заниматься. Мне такая перспектива очень даже нравилась. повзрослев и дойдя до этого рубежа, я поняла, что в этой жизни не стоит быть зависимой ни от кого. Даже от своего ребенка. не то, что же от постороннего человека. Поэтому я за то, чтобы женщины развивались, становились лучше, двигались в каких-то направлениях, не просто сидели дома и ждали своего мужа с ужином. Я не говорю, надо мериться с мужчиной, но столько ситуаций разных происходит сейчас перед моими глазами, с моими знакомыми, с теми, с кем я училась. Вы знаете, люди, они очень меняются. То есть действительно вы можете выйти замуж за человека, который, как вам кажется, вас никогда не бросит, всегда будет рядом. И все дела. время, деньги и другие аспекты могут настолько его поменять, что от вашего родного человека просто не останется ничего. как говорит мама раньше развод, это был некий такой позор для семьи, для мужчины в том числе. Если ты развелся, к тебе относились уже по-другому. Если смотреть на все эти моменты и сейчас, сейчас мужчины спокойно разводятся, оставляют и детей, и жену свою. Поэтому, на мой взгляд, в нынешнее время особенно важно быть действительно независимым. Я наелась, честно, было очень-очень вкусно. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока!